Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и на ваших экранах результаты нашей работы за последний четвертый квартал 2017 года. Очень интересная информация для специалистов, а именно распределение по группам психологической адаптации и профессиональной надежности работников, получающих разрешение Ростехнадзора. Здесь неполное количество этих работников указано, но мы провели такой вот подсчет. Соответственно в подсчет вошло, обратите внимание, только 231 работник. Прошли обследование в течение 2017 года очень много людей, большее количество, но здесь мы в расчет взяли только 231 человека по определенным критериям. Не буду пока вдаваться в подробности по каким. Но одним словом, 231 работающий человек, работник на разных предприятиях, нефтегазового сектора, атомной промышленности, транспортной и других, химической промышленности попали вот в этот самый расчет. 231 работник. Четвертый квартал 2017 года, как я уже сказал. И самое важное, самое интересное. Обратите внимание, вот зеленый столбик это первая группа, а вторая группа красный столбик. Здесь у нас 207 человек попало в эту группу, группы норму, а здесь 24 человека, группа риска так называемая. Соответственно можно себе представить соотношение. В среднем это получается примерно 89, ну округляем 90% это группа нормы, нормальных людей, у которых не выявлены какие-либо проблемы с психологической адаптацией и надежностью. И соответственно 10%, 10,4% если быть точным, это те люди, которые по определенным критериям, по так называемым четко определенным психофизиологическим противопоказаниям отнесены в группу риска. Вот от общего количества в 231 работника попавших. То есть это берется за 100% и соответственно мы имеем вот такие вот цифры. Для специалистов в среднем эта группа получается небольшой. Значит в среднем у нас в год попадает в группу риска порядка 20%. В разные годы по-разному они распределяются. Понятно, что тут основным критерием является то, сколько человек прошло обследование. Но в среднем группа риска за год примерно на протяжении многих-многих лет мы эти обследования проводим, мониторим этих людей, составляет порядка от 18-19 до, как говорится, 20-21-22%. В среднем это 20%. Сейчас мы с вами видим на экране цифру 10. 10% группы риска. Вот на это мы ориентируемся на протяжении многих-многих-многих лет. Вот так вот у нас получается. Порядка 20% лиц это группа риска по различным нозологиям, так называемым психофизиологическим противопоказаниям, которые в свою очередь могут быть обобщены, трансформированы в какие-то уже нозологические формы. Будь то невроз, психопатия, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и так далее, и так далее, и так далее. Все по МКБ-10. На уровне симптомов мы работаем, лаборатория работает на уровне симптомов, сводит все это к патопсихологическим синдромальным уже диагнозам и в свою очередь при необходимости, соответственно, можно оперировать к каким-то уже нозологиям по МКБ-10. На этом, пожалуй, все. Достаточно наглядная и простая таблица. Рекомендую прислушиваться к этим цифрам. Они проверены не одним, двум, тремя годами, они проверены десятилетиями. Порядка 18 лет мы работаем, получаем 20% группы риска. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Надеюсь, это вам поможет, подскажет что-то. И удачи вам! Продолжение следует...